В одном из самых интригующих и трогательных эпизодов всемирной археологии появляются мумии Льюльяека, нежно называемые «Детьми Льюльяека», чье открытие приходится на 1999 год в величественных горах Аргентины. Тщательные исследования были проведены Йоханом Райнхардом, известным исследователем, во время научной экспедиции, достигшей вершины вулкана Льюльяека, расположенного в Андах на внушительной высоте 6739 метров на границе между Аргентиной и Чили. Эти трое инковских детей, две девочки и один мальчик, были обнаружены с такой точностью, что это раскрывает трогательный взгляд на древний обряд, произошедший полтысячелетия назад. Названные Лениния Дельрае, Эльнинии и Данселия, эти дети были жертвами инковского жертвоприношения, официального предложения богам, которое раскрывается через глубокие исследования. Ранее в этом регионе было обнаружено еще 25 мумифицированных детей инков, но уникальность сохранения и богатые детали этих троих детей захватывают воображение и вызывают уважение как ученых, так и общественности в целом. Данселия, самая старшая из детей, была найдена примерно в 15 лет и, кажется, умерла мирно во сне. Ее тело было украшено благородными одеждами, включая перьевую корону, а ее тщательно заплетенные волосы придают ее образу изящества. Однако анализ также показал признаки легочной инфекции, что может указывать на то, что ее переход в загробную жизнь мог быть сопровожден моментами дискомфорта и страданий, раскрывая сложности жизни в то время. Вторая девочка, известная как «девочка с молнией», была всего лишь шестилетней, когда встретила свою трагическую участь. Ее лицо имело следы от удара молнии, космического события, которое оставило неизгладимый след в истории, зафиксированный чудесным сохранением ее тела. Этот внутренний деталь добавляет слои таинственности и интриги к жертвенному обряду. Мальчик, примерно семилетнего возраста, является дополнительным элементом в этой археологической головоломке. Его преждевременная смерть, указанная кровавыми пятнами и рвотой на одежде, указывает на возможное удушение. Эти больные детали предоставляют мрачное представление о янковской практике, которая, хотя и обрядовая, включает в себя индивидуальные трагедии. Роскошная одежда и тщательно размещенные предметы рядом с детьми раскрывают их благородное происхождение, указывая на то, что они принадлежали к янковской элите. Данселья, в частности, возможно, была Акла, молодой женщиной, выбранной для стать женой лидеров или жриц, хотя некоторые были предназначены для жертвенных обрядов, что подтверждается их присутствием в этом мрачном контексте. Сегодня мумии этих детей покоятся в мире и достоинстве в Музее Высокогорной Археологии, посвященном зданию, построенном в 2007 году в Сальте, Аргентина. Находящийся примерно в 1510 километрах к северо-западу от Буэнос-Айреса, этот музей не только хранит эти исторические артефакты, но и служит местом для размышлений, местом для размышлений о прошлом и конкретным свидетельствам величия и тайн древней янковской цивилизации.